так личный случай из мелкий случай из личной жизни когда мне нужно было купить недавно я купил такую машину рожковую кафе машину который называется delonghi 685 и я посмотрел в интернете что вот оказалось что где-то доставка где-то что но самое дешевое кола за 144 евро некотором магазине живом магазине гипершот как-то типа того назывался и он находился на территории большого магазина галереи кауф-хофф который находится значит соответственно в мюнхене на штахусе вот и я поехал туда соответственно чтобы купить ему стоит и был самая дешевая цена который нашел и в том числе когда я проходил по самому магазину на нижних этажах этого магазина продавался бытовая техника посуда и так далее и в том числе там же были и кафе машины и в том числе и рожковой машины и среди рожковых было это delonghi 685 из какого было мое удивление когда я увидел цену соответственно то есть я знал что в магазинах цена дороже чем 144 потому что то есть цена дороже но здесь она стала 229 евро то есть 230 то есть 80 на 85 евро выше чем я поднявшись всего на все на два этажа наверх купил в этом магазине соответственно гипершот гипершот это маленький такой уголочек магазин который снимает свои то есть свою территорию он снимает у этого большого большой галерея колхо галерея колхов да вот что меня то что не то что меня удивил то есть эта мысль у меня было и раньше то есть то же самое место тот же самый товар те же самые цены то есть цены на съем производные торговых площадей даже возможно что у этого съемщика у мелкого съемщика дороже потому что он под снимал то есть он снимал не напрямую а у у большого магазина как бы еще сверху вот и получается что значит те же самые зарплаты продавцов потому что этот мюнхен этот центр это все одинаково то есть все должно быть одинаково но цена разная то есть я не думаю что этот магазин который продавал машину за 144 евро гипершот он продавал себе в убыток я думаю что у него тоже была прибыль то есть я предполагаю я подозреваю что это кафе машина значит у нее есть какая-то покупная цена для магазина грубо говоря вот и это покупная цена несколько ниже чем 144 евро но гипершот соответственно магазин значит делает какую-то надбавку получается 144 а вот галерея колхов делает какую-то надбавку и добавляет еще значит это сам то есть наверняка это надбавка больше чем 85 евро то есть больше 50 60 процентов больше 60 процентов надбавка магазина к той цене за которую он получил эту кафе машину и мысль моя давно была такая что значит наверное есть где-то в просторах интернета такая как бы то есть расчет себестоимости любого товара то есть ну хотя бы некоторых товаров а вот сколько времени тратится то есть любой товар можно разложить на время людей затраченного для того чтобы произвести этот товар то есть то есть все 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 разложить до конца до по полочкам и значит в конце концов человека часы которые потребны для того чтобы получить товар на соответственно умножив на зарплату скажем например плюс квалификации еще что-нибудь получив себестоимость то есть именно сколько денег потрачено в виде зарплаты пусть брута там брута 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 в виде зарплаты потрачены на производство этого товара вот и тогда уже можно получить разницу то есть прихожу магазин ага значит я знаю вот этот телевизор или это кофемолка или этот батон или это булочка значит или этот столе это кресло соответственно у него себестоимость такая а в магазине а она такая значит магазин либо совсем обнаглел либо он нормально корректно работает вот это вот такие вещи у меня такие есть когда-то в девяносто третьем году в 1993 году 93 год была такая шутка голодное лето 93 года тогда была в россии и инфляция была гиперинфляция что-то порядка двадцати пяти тридцати процентов в месяц вот то есть как тогда люди жили но как-то вот так вот получалось то есть когда людям выдавали зарплату их сразу отпускали после этого сразу пускали то есть отпускали с работы для того чтобы они эту зарплату сразу потратили то есть люди сразу тратили в течение одного-двух дней все что они получали иначе деньги обесценивались очень быстро вот и у меня такая была маленькая поработка я придумал нас я брал оптом значит на прожки на практике в апраксин дворе это оптовый рынок ленинграде брал коробочку сникерсов то есть начался на коробочку немножко увеличил ну потом дело так и не пошло но все-таки немножко это как бы так поддержал себя свои как бы немножко так поддержал в то время себя материально и свою семью брал эту коробочку там 48 или 36 штук было по-разному и на следующий день я продавал в переходе метро эти сникерсы поштучно вот разницу я всегда устанавливать для себя я установил 10 процентов то есть я покупал коробку и значит добавлял к ней 10 процентов делил на количество сникерсов там или или там баунти или марса вот и продавал поштучно продавал достаточно быстро потому что цена была ниже чем в киосках которые продавали это в рознице то есть киосках на добавляли не 10 процентов а больше вот у меня был такое правило значит 10 процентов это как бы это предел вот и вообще вот это вот идея это у меня такое правило десяти процентов принципе если это как-то законодательно определить и установить то наверное многие бы проблемы решили многие цены бы снизились то есть нельзя повышать то есть нельзя закладывать прибыль больше десяти процентов вот это именно чистую прибыль то есть не надо наглеть